Друзья мои, всем здравствуйте! Снова вы находитесь на канале Лучший день. Надеюсь, вы уже подписаны. Если вы не успели этого сделать, это сделать нужно обязательно. Тем самым вы поможете продвижению канала. И сегодня с вами посредник. Что сегодня мы будем с вами смотреть? У нас появилась в этом сезоне новая кемпинговая палатка. Вот. И сегодня я хочу вам немножко о ней рассказать, что это вообще за вещь и как она себя ведет. Все палаточки, они у меня были до этого такие туристические, легонькие, быстрые в установке. То есть такие вот, где нужно ползать на коленках, заходить. Но у них был неоспоримый плюс. Они были все легкие. То есть я как бы это много ходил пешком. И мне как бы меня устраивало то, что палатка легкая. Ее можно было прицепить к рюкзаку и быстренько, без проблем, вечером поставить. А вот. Одну из палаток своих я случайно сжег. Мне друг подарил свою добротную фирменную палатку с тамбуром. Все, красота. Она в прошлом сезоне ездила с нами по Черноморскому побережью. Ну, я ее подарил ребенку. И стал вопрос о приобретении новой палатки. Проанализировав маленечко, мы пришли к выводу, что как бы не очень часто мы так и ходим сейчас в походы пешие. Поэтому мы решили приобретать кемпинговую палатку. Кемпинговую палатку, чтобы полный рост там стоять. Чтобы было место для обеденной зоны отвезти. Потому что нередкие у нас случаи, когда мы попадаем в дождь и так далее. То есть, чтобы мы без проблем могли спокойно сидеть, обедать. То есть, вот такого плана нам нужна была палатка. Мы так решили. Вот. И таким образом у нас... Много мы пересмотрели вариантов. У нас выбор пал на палатку четырехместную с шатром 480. Она размером с 240 и высотой 195. То есть, вот такая вот палатка. В палатке, значит, у нас сочетается шатер, кухня, спальная комната. То есть, все в одном. Можно жить в ней неделями. То есть, не надо там заползать туда, еще что-то. То есть, вот такого плана палатку мы купили. Шатер, он, значит, и спасает от непогоды. От насекомых, от солнышка можно укрыться. Эта палатка с нами съездила уже вот в большой маршрут по северу. За Новую Рингой мы ездили. И смотрите на канале, все это есть. Случалось так, что большую часть времени мы проводили именно в этой палатке. И как бы вполне комфортно себя ощущали. Нисколько не были стеснены в чем-то. И отводили место под продукты отдельно, под дрова, чтобы они не мокли. То есть, все это в этой палатке умещается. Как правило, мы ездим вдвоем, и как бы нам место в ней умотаться. Значит, у палатки, у самой, сама палатка, она четырехместная, у нее два входа. Но в этой части палатки мы только спим, мы используем ее как спальную комнату. Внешний каркас у палатки, это материал тент из полистирола сделан. Материал дна, это водонепроницаемый нейлон. Такая типичная китайская вещь. Швы проклеены, использованы в качестве каркаса стеклопластиковые дуги. Размеры палатки, значит, у нас, я уже говорил, ширина 240 у нее. Длина 480 и высота 195 сантиметров. Все, весь шатер и сама палатка, окна, входы, выходы, все это обделано противомоскитной сеткой. Поэтому вот особенно вот на северах мы когда были, да это везде касается вечером, насекомые везде лютуют. Большой плюс, большой плюс. Прятались от мошкары и прочее, ты мой, зажигаешь там эту спиралечку и прекрасно, то есть в ней себя чувствуешь комфортно. Внутренняя, значит, палатка у нее идет 240 на 240 и по высоте 155, полтора метра. Это внутренняя часть, где мы спим. Размеры шатра, значит, у нас 240 на 240 и высотой 195. Там мы ходим спокойно в полный рост. Водостойкость тента 2000 миллиметров. Вот мы попадали в походах уже с этой палаткой в сильнейший дождь, ливень, в затяжные дожди, которые поливали всю ночь без остановки. Нигде не протекла, но сначала мы ее, вы все это увидите, сначала мы ее потестили, вода попадала в окна. Поэтому я добавил в комплект палатки еще обычную полиэтиленовую пленку 4-х метровую, которую я накидываю сверху, чтобы вода не попадала в окна. В общем, спали прекрасно, никакая вода нигде не просочилась, палатка абсолютно не текла. Палаточка идет в упаковочной сумке с такими вот удобными ручками. И весит она, ну, фиг знает, весит она порядка, ну, килограмм, наверное, 7-8. Вот так, вот так вот, где-то 7-8, наверное, килограммов. В самой палатке, ну, для удобства, ну, я как бы этими кармашками особо не пользовался никогда, сделаны кармашки для удобства, под мелочи, под всякие. И, что важно, вот этим я точно пользуюсь. Есть крючок для фонарика на потолке, куда можно подвесить фонарик. Ну, а сейчас, сейчас я буду ее пошагово собирать, все вам покажу, расскажу, все, сами увидите, друзья мои. Оставайтесь с нами, с вами лучший день канал. И что мы здесь имеем? Опа! Все это я вот так вот сразу не трясаю. Ну, я уже знаю, че и как. Я уже собрал ее. Не раз и не два уже ее собрал. Так. Значит, у нас в палатке сама сумка от нее. Набор трубок. Сам каркас здесь находится. И всем известные вот эти вот крепления, штыри для заземления в палатке. Это нам пока не надо. Дальше. Состоит она, я уже говорил, из двух частей. Вот это у нас большая часть основная, сотерт. И это вот маленькая такая вот часть. Я начинаю собирать всегда с большой части. Собирается легко. Ничего здесь вообще сложного нет. Шатер расправляем. И просто находим, где у него вот такие вот вставочки. Вот такие вот вставочки и рядышком пластиковые крючки. Вот сюда засовывается дуга, вставляется и цепляется крючками. Крючки все-таки удобны. Удобны. До этого у меня палатка была без крючков. Полностью надо было вставлять. Это более затруднительно. Все это дело расправляем. Уже очередь доходит до пластиковых вставочек. Для каркаса. Вот у нас первая пачка каркаса. Я их стягиваю резиночками. Такими вот, от денег. И одеваю их просто на чехол. Они не теряются. Я потом быстренько собираю палатку. Их у нас две. Такой вот скелет. Вот все, одну выпутали. Сейчас я ее собираю. И попутно продеваю вот пробиваю вот в эти вот кармашки. На самом деле, когда я ничего не комментирую, я все это делаю быстрее. Я уже приноровился к ней. Ничего абсолютно сложного нет. А комфорту она дает максимально. Так вот. Одна у нас зашла. И таким же образом вставляем перекрестье. Тоже вот так, такую же вторую. Находим у нее конец, где и так же вставляем. Все. Теперь вот вот эти трубки надеваем. Вот такие вот вставыши, так скажем. Хоп! Трубочку. Первая. у нас закрепилась. Сейчас таким же образом делаем вторую. одну дуга. У нас полностью уже готова к эксплуатации. сейчас то же самое проделываем с этой. вот такие таким образом мы получили вот наш шатер. Сейчас я его просто прицепляю к нему крючки тента. сверху есть лямочка, которую нужно завязать. так и теперь шатер нужно сразу же выровнять так, как он должен быть. шатер. вот я шатер выровнял. будем его ставить вот так вот. вот такой вот получился шатер. вот такой вот шатер. вот такой вот шатер. это просто у нас вот практически двухметровый такой холл. сзади здесь вот так вот. здесь еще куча вот такого материала осталось. сюда уже будет у нас цепляться второстепенная палатка. то есть эту палатку мы собираем аналогично. то есть вот я так же эти каркасовые пультки собрал и вставляю в такие же вставочки металлические трубочки вот сюда. оп один и теперь с этого же края по диагонали я делаю второй. вот так. все. оставим его пока в покое. сейчас точно так же сделаем второй. вторую дугу. вот мы почти вставили вторую дугу. и получается у нас вот такой вот каркас. я называю это спальня. сейчас мы собираем спальню. все. и начинаем выщегивать. здесь все держится на крючках. все вообще. здесь нет вот этих матерчиков. здесь все вот так вот. крючками. мне кажется это удобно. все живем увидим. ну вот такую вот палатку мы еще одну итоги получили. и также сверху вот вот есть такие вот завязочки. все это дело так же как на шатре завязываем. вот. теперь мы нашу вот эту вот спальню мы должны сейчас развернуть входом вот сюда к шатру. приставим. этот камень пока за ненадобностью так вот и лежит. а палатку мы сейчас вот сюда приставим. блин неудобно тут с камерой. в общем вот к этой вот трубке вот сюда вот она видно. а здесь вот их две болтаются. вот вот эту вот часть ее нужно воткнуть в трубку шатра. дальше здесь у шатра имеется вот такая вот защелочка пластиковая. ее нужно вот сюда же защелкнуть. неудобно мне сейчас камера сейчас это все проделаю. соединяем значит две палатки как я уже показал. все защелкнули. и с той стороны точно так же. такой вот паровоз шатер стоит, да? и сзади спальное место. вот так вот это все получается. и теперь самая главная фишка. в ходе походов уже все вот так вот получилось. вот сюда в окна сюда затекает вода она забрызгивает. ну душно там поэтому она в жару все открыто. если пошел дождь она сюда начинает забрызгивать. с этой стороны и с той стороны точно так же. вот с этой вот стороны все особенно заливается. поэтому я вот именно спальное место именно вот спальное место я закрываю полиэтиленовой пленкой. и все это решает эту проблему. все получается отлично. вот у меня полиэтиленовая пленка. 4 метра стоимость копейки. но решает проблему в корне. позволяет спокойно существовать в палатке. вот здесь вот я тоже закрываю чтобы не текло. ну на всякий случай я не знаю может здесь и не течет. не текло. может и не потечет. но закрываю все. таким образом у нас получилась дополнительная кровля для палатки. вот так вот все это выглядит. здесь вот до земли обход у нас остается свободным. вот она полностью закрыта. в пленочке. вот таким вот образом. теперь мы просто перебрасываем вот этот тент который здесь остался мы его перекидываем. вот и здесь защелкиваем опять на такие же вот защелочки пластиковые. которые вот я уже показывал. вот они. такие же вот защелочки втыкаются. и что важно здесь вот есть завязочки. вот они на этом тенте есть завязочки которые мы привязываем и захватываем немножко пленки. таким образом пленка уже никуда не девается. никуда не сбуравливается. все. она здесь. наш каркас уже наша палатка уже почти готова. теперь нам нужно сделать еще отлив на окно. вот так вот это назовем. вот для этого в комплекте идет вот такая вот короткая короткий пруд так назовем что ли. не знаю я. тоже из стеклопластика. то есть насекомых что-то навалило. и вот здесь вот есть специальное отверстие. вот обпикаем так. и он проходит через всю палатку. и выходит из следующего окна. в итоге получаем. вот такой вот отливчик. вполне себе симпатичный. ну от дождя он мало помогает. это я сразу говорю. поэтому лучше сразу же если вы вдруг приобретете подобную вещь лучше сразу приобрести пленку. цена копеечная решает проблемы которые есть. а вот теперь что у нас еще осталось. мы уже почти собрали наш дом. и осталось у нас только доработать наш шатер. доработать это я называю открыть сделать крыльцо. у нас есть крыльцо здесь у этой палатки. сейчас мы его сделаем. для этого отстегивается вот этот тент. и в комплекте идут металлические вот такие вот рубки. это как раз у нас для крыльца. таким вот образом они собираются. тут у меня уже что я ставил неоднократно уже готовые эти фляпочки просто и так вот растягиваем. вот вот такое вот крылечко у нас получилось. я не буду сейчас все это дело натягивать. то есть нам осталось нашу палатку растянуть. то есть если это земля можно смело использовать те колышки которые идут в комплекте. но почва зерыхлая песчаная лучше все-таки настрогать палочек забить поплотнее входят в почву держат. на ветру палатку уже проверяли. то есть вполне пригодно стоит на ветру. вот то есть сейчас не буду растягивать. мы это дело когда растянем это будет вообще четко устойчивая конструкция. если у нас сильно жарко то мы можем открыть. все вот так вот мы делали на севере. много было насекомых но жара стояла плюс 36 градусов. то есть мы полностью весь шатер открывали. вот он так завирается. и вот здесь удобные такие застежки. вот так вот все так вот выглядит. здесь тоже сетки. тут кругом москитные сетки везде. то есть насекомые сюда не попадают. можем просто сейчас зайти все это дело посмотреть. вот пожалуйста. конечно тут несколько не подготовлено. тут нужно утрамбовать всю эту траву. но я это делаю просто наспех чтобы поделиться показать вам эту вещь. то есть вот так вот у нас столько здесь места кругом. такой полноценный шатер. здесь можно сидеть. я не знаю человек пять четыре точно может сидеть. смело. и вот такой вот у нас вход в спальное место. теперь раз уж я рассказываю о вещи которую я уже испытал в которой могу поделиться своим опытом с вами дорогие друзья я бы хотел рассказать о минусах об этой палатке. то есть она всем хороша большая просторная можно жить в ней неделями прекрасно себя палатка ведет минусы все-таки у нее есть это конечно же качество изготовления да друзья мои во-первых здесь как бы все в порядке как будто бы и вот такое вот металлическое колечко такое вот сделано здесь все куда вставляется вот этот вот штырек все это есть но оторвалась вот такая петля петля за которую должна цепляться вот эта вот лямка натягивающая вот с этой вот стороны это металлическое колечко это вообще вылетело но мы были в тундре в походе в этот момент и нам как бы так я его еще пока и не починил тоже нужно делать здесь оно вообще вылетело то есть это вот чтобы вам показать так зацепил вот такая вот дыра здесь присутствует да и второй второй еще момент второй изъян это в спальном отсеке в спальном отсеке вот здесь вот в первом же походе сломался вот так вот замок ночевали мы на Уфе с моим другом и у меня сразу же сломался замок у москитной сеточки а вот поэтому я окном этим так и не пользуюсь но все равно неприятно все равно надо чинить в принципе минусов больше у этой палатки как бы не было может быть еще со временем выйдет что-то из строя но мы же пользуемся мы берем мы пользуемся да это китайский товар но не значит плохой вот два минуса я себе нашел для себя который нужно будет исправить ну как бы из этого я особо и не расстраиваюсь и считаю что палатка вполне достойно поэтому смотрите друзья кто задумал обратите внимание на эту вещь может быть она и вам понравится ну а с вами был посредник подписывайтесь на канал лучший день впереди друзья мои еще много интересного всем пока увидимся на канале пока друзья мои до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч